Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Собственно, я уже успел распаковать, немножко покрутить в руках То есть какие-то первые впечатления о этом ремне у меня уже сложились Хочу ими поделиться Ну, для начала, так как не было никаких маркировок на упаковке Да, упаковка была самый обычный дешевенький пакет Так нет никаких маркировок на самом ремне и на его фурнитуре Да, то есть мы не видим ни здесь тех маркировок, которые должны присутствовать на оригинале Ни здесь, ни здесь, да И как бы, так же вот здесь, по-моему, еще должна была быть Бирочка Макпул пришита Здесь всего этого нет Вот Какие впечатления сложились о ремне? Ну, на самом деле, то, что нет, скажем так, маркировок Может, это даже и хорошо Ну, хоть не будут пытаться втулить его за настоящий Да, то есть, тут сразу видно, что это реплика На самом деле, сам ремень выполнен из достаточно прочной, плотной, двойной ременной стропы То есть, даже не впечатление, это реально, этот ремень способен выдержать большие нагрузки А вот, чего не скажешь, скорее всего, о фурнитуре Например, у меня вызывает большое сомнение вот этот вот узел Здесь пластик, ну, я не знаю, честно говоря, насколько он прочный, как покажет эксплуатация Ну, создается впечатление, что он, скажем так, не очень прочный То есть, в том месте, где, да, должен, он будет крепиться Например, вот здесь вот так карабин И здесь будет какое-то, скажем так, вот на этот узел будет какое-то напряжение Честно говоря, не знаю, посмотрим, как там дальше покажет эксплуатация Вот Второй момент, который мне тоже не особо понравился Это вот это Да, то есть, это не особо красиво Хотя, само место, где шов, да, шов выполнен прочный То есть, здесь закреплено, что здесь хорошо Что вот в этих местах все закреплено хорошо и прошито качественно Вот, но, как бы, портит общее впечатление Вот этот момент Как бы, некрасиво, некультурно Просто запаяно, там, грубо говоря, самая шинина есть обыкновенной зажигалкой Дабы не разлохмачивалась Ну, у меня такое впечатление, что все-таки будет разлохмачиваться Вот здесь в этом месте и Вот здесь в этом месте, да То есть, в этом месте даже на репликах ремней зачастую стоит пластиковая заглушка Она обжимает конец ремня Не дает ему, во-первых, выскочить Из вот этой Из вот этой пластиковой фурнитурки И в то же время, ну, как-то Общий эстетический вид Да, схожесть с оригиналом И там, да, и так далее И тому подобное Вот, то есть, для начала Вызывается мнение Вот этот узел И есть у меня некоторые вопросы К Карабинам Карабин, я, честно говоря, даже не знаю С чего он выполнен на оригинальном ремне Не доводилось его никогда Крутить в руках Но именно здесь Вот эта часть карабина Вот эта Которая крепится к самому ремню Вот она Она выполнена из пластика Не знаю, как он по качеству Китайский пластик Но, скорее всего, что не очень Ну, будем смотреть в эксплуатации Второй момент Вот эта часть карабина Она выполнена не из стали А из сплава Вот Что мы имеем здесь С этой стороны пластик С этой стороны сплав Все это сомнительного качества Интересно поглядеть, как оно будет На настоящем оружии Теперь По поводу того, как ремень запирается То есть, да, здесь мы видим Вот так вот Карабинчик этот работает Да, для того, чтобы закрепить его за антабку С одной стороны И для того, чтобы закрепить Например Ну, если использовать ремень Как двухточку Да, то есть Вот эти два конца ремня Крепятся за антабки Если используется ремень Как одна точка Вторая антабка крепится Вот сюда Значит, в момент закрывания Закрывание, да, для того, чтобы ремень не соскочил С антабки С антабки Предусмотрен Замочек На самом карабине Да, то есть, мы его нажимаем вот сюда И карабинчик вроде как не открывается И Не дается скользнуть с антабки Ну, наверняка В оригинальном ремне Он все-таки не открывается Но здесь Когда замок закрыт Карабин все-таки Немножечко вот так Приоткрывается Да, но если на него нажать То Ну, пожалуй Где-то на треть То есть, реально Может соскользнуть Тоже посмотрим В процессе эксплуатации Ну, и плюс Сама вот эта часть Как бы Она очень тоненькая Пластиковая Вызывает большое сомнение Просто к чему я все это Завел все это видео Начал все это снимать Показывать Ну, для начала Хочу показать Хотелось бы показать Как это все выглядит Вблизи Вообще Поделиться своими впечатлениями Да И второе Ну, на самом деле Я хочу просто попробовать На Закрепить его на помповое ружье Каким-то образом Там, я не знаю Ну, конечно Может побегать с ним Все-таки не удастся Ну, хоть как-нибудь Проэксплуатировать И Выяснить вообще Насколько живуча Эта реплика Ну, это и Ей подобные Реплики Не думаю Что они прям Сильно по качеству Отличаются друг от друга Насколько живуча При использовании ее На Настоящем оружии Да То есть В процессе эксплуатации Хотя бы Вот просто Как Не как военный Не как страйкболист А просто как Обыкновенный пользователь Стрелок Вот Ну и потом Если ремень выживет Поделюсь впечатлениями Этой эксплуатации Если не выживет Покажу Что сломалось Как Почему Где Когда При каких условиях На этом Считаю Что видео Можно заканчивать Скажем так Экспресс Обзорчик И свои личные впечатления Об этой реплике Я высказал Дальше будем пользоваться Пробовать Ну и Как-нибудь Сниму видео О своих впечатлениях От эксплуатации Этого ремня Засимы Я прощаюсь с вами Спасибо большое За просмотр Если видео было вам полезным Или интересным Можете ставить ваши пальцы вверх Если не понравилось Ставьте пальцы вниз Если есть какие-нибудь Дополнительные вопросы Задавайте их в комментариях Постараюсь всем ответить Спасибо большое За просмотр До встречи В следующих видео Продолжение следует...